Потом вырезаетесь, видите? Можешь пару позить? Ну нет, у меня одна поза такая. Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У меня сегодня потрясающая, красивая гостья, которую зовут Айша. Всем привет! Она моя бывшая однокурсница и по совместительству моя подписчица, поэтому мы приступаем. Не будем терять ни минуты. Кушать мы будем прям руками. Айша впервые ест грузинские хэнкали. Тебе они должны просто понравиться, потому что это просто коронное блюдо моей мамочки. Вот так вот они выглядят. Да, я в курсе. Бизнес. Кстати, бизнес идет не очень, я тебе так скажу. Да? Да. Наш курьер нашел работу лучше, чем у нас. Может мне подрабатывать курьера? Может. Хочешь усталеть? Как это кушать? Ммм. А если даже не нравится, хвали. А мы салфетки не взяли вроде. Я взяла. А я все продумала, дорогая моя. Это все мне? Да. Хочу отметить тот момент, что когда я только начала свой YouTube канал, Айша меня поддерживала и в те времена. И до сих пор смотрит, что мне безумно приятно. Да, не пропускаю. Одно дело, человек просто говорит, я тебя смотрю. А другое дело, например, в видео я спрашиваю, знаете ли вы, где продается спаржа. А Айша сразу такая со скоростью света кидает страницу. Вот там спаржа. Ну, вчера вот буквально, наверное, час где-то проболтали. Я поняла, насколько мы с тобой похожи. Прямо ставь на стол. Наставь. Вкусно. Рассказывай о себе еще. С кем работаешь? Есть ли у тебя дети? Там спрашивают всем. Нет, детей нет. Я не замужем. И не была. И не работаю. Я домохозяйка. Охраняет себя и дом. Да, свой дом. Ничего такого. Планируешь найти в ближайшее время работу, правильно? Да. А какую именно хотела бы? Ну, я бы хотела, не знаю, в сфере бухгалтерии. Вот Шелли тоже в сфере бухгалтерии работает. Дай бог найдешь. Дай бог. Ну, я ходила на курс. Ходила? Да. Но не до конца. У меня все не до конца. Я помню, когда мы в универе учились, у Аиши, например, семь раз ты не придешь на предмет, на восьмой раз все, не допуск к экзамену, и все, на следующий год ты заново должен ходить на этот экзамен. И вы мне звонили. Да, и мы звоним Аиши и говорим, слушай, у тебя здесь уже семь штук пропусков, еще один и все. И что говорит Аиши в таких случаях? Ничего. Ничего, пусть пишет. Ничего. И дальше спать. Мне кажется, ты максимально оптимистичный человек. То есть, что бы в жизни не было, ты смотришь на это с оптимизмом. Давай, хвали меня. Я тебя хвалю, давай так договоримся, а ты грузинский хвалю. Они похожи на эти пельмешки. Вкус пельмешек. Ты любишь пельмени? А, боже. Я тоже. Ну, я давно не ела. Манты, грузинские хинкали и пельмени, это прям моя любовь. Азербайджанские хинкали. Азербайджанские, это какие ты имеешь в виду? Кюшзэн. Без с тобой. Там еще был вопрос, я в инстаграме попросила вас позадавать вопросы. И там был вопрос, как мы впервые увиделись. Расскажи, как мы впервые увидели друг друга. Как это было? Да, как обычно. В универе. Не помню, как. 15-го, наверное, сентября у нас был первый день в универе. И все, я увидела Аишу. И все, после этого я ее не видела. Она не приходила. Да просто, вот когда мне что-то не нравится, этот универ мне не понравился. И мне просто не хотелось туда идти. Ты не могла себя заставить туда идти, правильно? Угу. У нас были учителя, которые спрашивали. Здесь в журнале есть какая-то Аиша. А кто это? Она на заочном просто. Имя ее здесь. Мы говорили, ну почти. Почти заочка. Меня многие не знают, кстати. Даже и среди, мне кажется, одногруппников тоже. Есть кто-то, кто не знает. Даже есть те, кто выше курсом. Они тоже не знают, что я училась в универе. А те, кто ниже, точно знают. Точно знают. Потому что я с ними на курсе. Каждый год первый курс. Из-за срезов я с ними ходила. Да, зато курс ниже знал очень хорошо. Все первокурсники, все меня знали. Ну ничего, самое главное, это все позади. Да, главное, универ. Закончил. Диплом я получила. По работам. Осталось найти работу. Ну что, я ленивая. Просто тебе пока что не повезло. То коронавирус, то третий, десятый. Не то, что ленивая. Вот я работала, но я всегда ответственна к работе. Относилась. Даже если в универ не ходила. Если мне нравится работа, я нормально работаю. В универ неохота была идти. Вкусно. Вот такие вот дела. Так что университетские годы у тебя были очень яркие. А сейчас жизнь еще ярче. Мне кажется, мы похожи тем, что мы домоседы. Мы сидим дома, смотрим мукбанки. Она тоже обожает мукбанки. И живем. У нас у обеих сидячий образ жизни. Жизнь как будто где-то проскальзывает мимо нас. Но самое главное, ты живешь близко ко мне. Поэтому мы можем часто видеться, встречаться, идти куда-то. Общаться. Я только за, честно. Мы постоянно смеемся. Вот только смеемся с Аишей. Она вот пришла. Вспоминаем какие-то ситуации. Обстираем наших одногруппников бывших. И угораем. Всех обосрали. Не всех осталось еще парочку. Это после, когда чай будем пить. Я их не помню. Трех половины из них не помнишь? Нет. Но самое главное, ты помнишь тех, кто у нас был на первом курсе. А потом, которые новые появились. Уже их тоже не помню. А потом что? А потом у нас появились еще новые. У нас из Италии какая-то была одна особая, я помню. Или из Франции. Приехала к нам учиться с переводом. И она постоянно выходила и курила вейп. Этот, который очень много дыма. Она сначала в аудитории курила. Вот хлянусь. У них же немножко воспитание другое. Для них норма это немножко другое. И она прям в аудитории начинала курить этот вейп. Прям вот учителю в лицо. Учитель такой дым. Туда-сюда. Я уже с вами не училась. Я с первым курсом училась. Из-за этого я не знаю, не видела даже. Она, по-моему, на втором появилась. Или на третьем. Короче, отучилась где-то семестр. Потом ушла. Ну, ей, наверное, прилично было. Ей около 30-35 было. Да ладно. Да. Она потом на заучку перевелась. Ее культурно попросили курить за аудиторией. За горожанами. Ну, а помню, еще какой-то универ закрылся. И многие... Ммм, да. Какой закончился, не помнишь? У нас такая феноменальная память. Какой-то универ, короче, в процессе того, как мы учились, закрылся. И оттуда прям очень много народов. Кавказ. Ну, вроде много людей перевелось к нам. К нам. А что там вообще какие-нибудь истории были? Без тебя? Жанночка, я помню, все. Я, кстати, ее часто вижу, она живет около меня. У нас был педагог, ей было около 85 лет. И ей сдаешь реферат, например. И она забывает про это. Ты доказываешь, что я вам сдавал реферат в такое-то время, в таком-то часу. Она говорит, ты не сдавал? Сядьте на место. А раз его, вы не сдавали этот реферат. Я говорю, да клянусь вам. Вот вам крест сдавал. Я всегда к ней нормально относилась. Она мне даже на экзаменах помогала, подсказывала. И потом каждый раз, когда мы сдавали реферат, кто-то рядом снимал на видео, чтобы потом доказать ей, что сдала. Кто? Ну, кто-то рядом. Например, я сдаю реферат, кто-то снимает и оставляет видео доказательства. Я помню. А нет, эта история лучше не... Я быстрее. Ты меня догоняешь. Как ты можешь? У меня прям профессиональный мукбанкер. Любовь пожирать. Я уже всех пересмотрела. У меня уже, когда нечего... Когда она не выкладывает видео, я уже там не знаю, кого смотреть. Нахожу новых. Вчера, когда мы по телефону разговаривали, я была в шоке. Я хочу рассказать. А знаешь, вот недавно была история такая... Так, а ты, я знаю. Успокойся. Можешь не рассказывать. Надо сказать, даже истории, когда повторяются, я знаю. Даже когда Айка не называет имена, Аиша уже знает, про кого идет. Особенно, когда про универ. Да. Она уже в сердцах знает, про кого и какая там была история. Реально, вот я имена не называю. Айка, ты понимаешь, про кого я говорю? Да? Естественно. Молодец, Аиша, обгоняешь меня. Тебе надо было на что-то спорить. Да. Я бы выиграла. Но очень быстро ем. Я раньше на мукбанках быстро ела. Мне все в комментариях писали, что куда ты спешишь, кто за тобой гонится. Не знаю, у меня привычка такая. Там, не знаю, где-нибудь посидим, живем, приходим, живем. И все. Смотрим нам в кафе, все беседуют, что-то обсуждают. А мужа пожали, нам делать нечего. Она в стужце. Я один раз сижу с парнем, и официант говорит, а что вы будете? Я говорю, мне, пожалуйста, две шурмы, и побыстрее, и я голодная. И у меня парень говорит, ты можешь такие вещи не делать? Я говорю, какие? Ну, типа, побыстрее давай, я есть хочу. Мы же, говорит, посидеть культурно, пришли сюда, увидеться. Поболтать. Увидеться. Я говорю, я не знаю, как ты, я пришла на халяву поесть. Время мы и так проводим в WhatsApp. Общаемся. В общем, на этом все. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Все подписывайтесь на Айкин канал. Всем пока.